Братья и сестры, к нам поступил вопрос. Почему, когда человеку хорошо, он не ходит в храм, он не помнит Бога? А как только что-то произошло, все плохо, человек прибегает в храм. Ну, во-первых, мы здесь видим нашу падшую природу. Сказано даже в Писании, всяк человек ложь. Вот человек заразился грехом, вот через непослушание вошел грех, через грех вошли болезни, через болезни вошла смерть, через болезнь. И вот тебе смерть, дочь греха. И вот мы живем во грехе, постоянно живем во грехе. И когда нам хорошо, нам кажется, что так должно быть. И по эгоистической нашей природе нам кажется, что так должно быть всегда. Но нет, если дьявол, отец лжи, а мы живем во грехе, то, конечно, мы будем обмануты дьяволом. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что Господь своим промыслом и зло обращает к благим последствиям. И когда нам хорошо, мы забываем о Боге. Забываем, что все принадлежит Ему. Мы забываем самое главное, что нам хорошо, потому что Бог нас благословил. Но когда мы живем и забываем о Боге, тогда нам уже становится плохо на самом деле. Но мы не всегда это осознаем. И вот через скорби и беды мы возвращаемся в Осводиаси. Мы начинаем задумываться, кто мы есть и что мы есть. Мы начинаем думать о том, что вот, а может что-то не так, а может надо очиститься, а может надо сходить в храм, а может надо поставить свечку. Ну и зачастую вот это даже выражение, поставить свечку в храме, оно более языческое. Почему? Потому что человеку кажется, что если он там выпьет таблеточку, пигулочку, если он там галочку где-то поставит, то все, он уже там спасен, там сейчас карьера подымется, сейчас бизнес и все прочее прочее начнет процветать. То есть, ну, человек все-таки довольно такое языческое существо. Почему? Потому что по-настоящему мы не пришли к Богу, в этом наша главная проблема. Ведь если бы мы были христианами, то мы бы понимали, что мы не только в радости с Богом пребываем, но мы должны пребывать с Богом и в печали, и наипаче в печали. Ведь даже и по святым отцам, и даже по народным высказываниям сказано, что если у тебя слишком все хорошо, то задумайся, может ты что-то неправильно делаешь. Ведь если у нас слишком все хорошо, то можно сказать, а нас забыл Бог. Почему? Да потому что Бог, Бог дает нам испытания. Для чего? Для того, чтобы мы стали сильнее. Мы говорим, что не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Искушение – это те испытания, которые мы можем пройти или не пройти. А молясь так, мы просим Бога, что не дай нам, не дай нам тех искушений, которые мы не сможем пройти, но дай нам те, попусти нам те, вернее, испытания, искушения, которые сделают нас сильнее. Ведь мы же знаем и по святым отцам, что без борьбы не будет венца, без венца не будет спасения. Поэтому мы должны пройти эти искушения и испытания. А то, что мы забываем о Боге, когда нам хорошо, это очень плохо. Почему? Потому что мы не славим Бога. Потому что, когда нам хорошо, есть самая главная молитва, благодарственная. Мы должны славить Бога, благодарить Бога. Даже в Писании сказано, хорошо нам, читайте хвалительные псалмы, плохо нам, все равно славим Бога. Все равно мы должны славить Бога. Но здесь наше лукавство и хитрость, что когда нас Бог благословляет, мы забываем о нем. Как только благодать от нас отходит и попущено демоном искушать нас, мы сразу начинаем прибегать в храм, а вот что-то не так. Поэтому мы должны осознать для себя одно, что к Богу мы должны приходить всегда. И как раз через скорби, через скорби, через страдания мы по-настоящему и приходим к Богу. Ведь очень просто молиться, когда нам хорошо. Но как тяжело молиться, когда нам плохо. А святые отцы как раз и говорят нам что? Что ровно настолько, насколько мы потрудимся, ровно настолько мы и получим духовные пользы. И как раз самая главная и сильная молитва – это молитва сквозь боль и страдания. Это своего рода мученическая молитва, когда сквозь пот и кровь мы выговариваем слова молитвы. Мы заставляем себя, понуждаем себя молиться от всего сердца тогда, когда оно уже умолкло и ничего говорить не может. И тогда действительно будет польза. А когда благодать окрыляет нашу душу, и мы как бабочки парят в молитве, тогда очень хорошо, парят в воздухе, тогда очень хорошо молиться. И каждый так будет молиться. А когда нам плохо, когда у нас скорби, печали, когда кажется весь мир перевернулся в душе и в сердце и в уме, вот тогда прийти к Богу, пасть на колени и сказать «Господи, слава Тебе!» Как праведный Ио в Нагноище славил Бога и благодарил за все то, что он отнял у него. Ведь он знал, что все принадлежит Богу, и нам ничего не принадлежит. Бог дал, Бог взял. Когда мы научимся благодарить Бога за все, когда мы научимся молиться, и тогда у нас даже вопросов не будет возникать. Вообще не будет возникать вопросов, как мы должны, не должны, прибегать, не прибегать. Да мы не то, чтобы должны или не должны, мы должны всегда быть с Богом. И тем более, когда нам плохо, мы должны быть с Богом. И всегда должны быть с Богом. И тогда уже никакого лукавства, хитрости не будет. Тогда будет один Бог, одно сердце, одно стадо Христово, одна церковь. И мы будем едиными и будем жить в любви. И в радости, и прежде всего в скорби, и в печали. И всегда будем радоваться, за все будем благодарить и непрестанно будем молиться. Вот, поэтому наша задача быть всегда с Богом. Когда мы с Богом, тогда нам ничего не страшно. Где бы мы ни жили, что бы мы ни делали. В пустыне, в городе, в поселке, в деревне. Мы всегда будем счастливы. Мы всегда будем счастливы, потому что с нами Бог. А где Бог, там любовь. Где любовь, там радость, там счастье. Вот, братья и сестры. Поэтому наша задача всегда радоваться. Непрестанно молиться за все благодарить. И тогда с нами все будет хорошо. Продолжение следует...